На Донбассе самым напряженным участком остается Дебальцевское направление. В районе Чернухина и Редкодуба боевики пытались атаковать позиции украинских военных, но атаки были отбиты. Под удар вражеской артиллерии снова попали Углегорск и Дебальцево. Завтра украинские военные ждут усиления обстрелов. Подробнее об обстановке на передовой расскажет Андрей Кузаков. Дебальцевское направление по-прежнему наиболее напряженное. Сам город и населенные пункты вокруг него обстреливают из артиллерии. Военным удалось договориться с боевиками при доставлении зеленых коридоров для эвакуации мирного населения. Те автобусы, которыми боевики вывозят жителей в Донецк, едут полупустыми. Украинские военные продолжают удерживать восточные окраины Углегорска. Там интенсивные обстрелы прекратились, но люди все же покидают город. Жить негде. Целых домов почти не осталось. У нас на улице, со всей улицы осталось человека четыре. И не знаем, куда ехать. Рады бы не знаем, куда поехать. Нас много. Кто нас примет? В Донецкой области за сутки погибли три мирных жителя. Десять ранены. Под огнем артиллерии Авдеевка, Горловка, Дзержинск, Докучаевск. В самом Донецке не утихают залпы артиллерии. Тяжело ранен один житель. Под огнем три района. Сегодня в центре была замечена колонна бронетехники боевиков. Машины двигались в сторону Мариупольской трассы. Чем это закончится, надеюсь, выдержим, но не знаю. Я украинец. Я надеюсь на Украину. Вблизи Мариуполя под обстрелами Ломакина и Павлополь. Вот там за посадочкой, вот это линия фронта, так сказать, это наше крайнее положение. За ним дальше идет поле и там дальше находится уже территория ДНР. По окраинам гранитного били изграда. Местные жители почти не выходят из подвалов. Хотите, можем свет выключить вот тут, да. А ты тоже туда прячешься? Угу. Да, и как там? Нормально. Вот когда оно делает, и начинает свистеть. И когда это, мы вот сразу детей прятать. Армейцы обходят прифронтовые поселки вблизи Мариуполя и убеждают жителей эвакуироваться. Завтра солдаты ждут очередной атаки боевиков. Так как из России идет очередной так называемый гум-конвой. После его прибытия обстрелы обычно усиливаются, говорят военные. Но бойцы готовы дать отпор противнику. Мы не можем зрадить мариупольцев. Мы им пообещали, что мы их не зрадим, не покинем. Вот так оно и будет. Из Донецкой области Андрей Кузаков, Надежда Волобоева, Валерий Рябченко и Игорь Климчук.